Мы все знаем, что сейчас происходит даже на временно оккупированных территориях. Украинские вооруженные силы на самом деле делают свое дело. И вот я предлагаю, Вова, эту тему обсудить с Иваном Сергеевичем Федоровым, городским главой Мелитополя. Иван Сергеевич, здравствуйте. Иван Сергеевич, приветствуем вас. Да, приветствую я вас. Иван Сергеевич, Мелитополь, взрывы, 27 число, ну как это, коллаборанты не досчитались своих? И коллаборанты, и оккупанты не досчитались своих. Действительно, такого утра, как вчера, давно не было у врагов на временно оккупированной территории Мелитополя и Мелитопольского района. Все началось с 8 утра, 8-8.15 утра. Первым что-то начало происходить в здании, которое враг захватил и где разместил свою МГБ. МГБ это структура по типу казачества, которая отвечает за правопорядок, которая размещалась в захваченном здании университета на микрорайоне в городе Мелитополе. И также рядом они захватили техническую школу, на территории которого и казармы размещались вражеских войск, и сами вражеские оккупанты размещались. По итогу где-то они не соблюли технику безопасности. Было полностью разрушено одно здание спортзала, в котором находились враги, а со здания общежития выбегали просто в нижнем белье, враги еще не проснувшись. Но точно недосчитались там десятков оккупантов и те, которые уже точно не будут воевать против нашей страны. К сожалению, в районе ЖД вокзала система ПВО врага пыталась сработать, но упала буквально в нескольких десятках метрах от жилых домов. И таким образом в очередной раз подвергают опасности наших мирных жителей. На этом утро для врага не закончилось, потому что что-то случилось в электроцехе нашего Мелитопольского депо. Хочу напомнить, что на территории, на базе Мелитопольского депо была размещена ремонтная база вражеских вооруженных сил. И по итогу у электроцеха полностью свалилась крыша, накрыв полностью всю технику, которая находилась на ремонте, и полностью разрушив ее. Но и это были не последние события. Продолжилось все на аэродроме в Мелитополе, где после очередных взрывов еще на протяжении часа стояло облако дыма. Тем самым подтверждая, что пострадала в очередной раз вражеская техника, вражеская группировка. Ну и последнее утро, последнее событие вчерашнего утра, это взрыв на автомойке в селе Веселое в 30 километрах от города Мелитополя. И непосредственно в близости к этой мойке размещалась также ремонтная база врага, которую они там разместили буквально несколько месяцев назад. То есть, если подрезюмировать вчерашнее утро, то совсем забыли про технику безопасности враги, совсем забыли о том, что они находятся на чужой территории, а не имеют никакого права чувствовать себя как дома. И точно это добавит дополнительные баллы по шкале паники у врага. И точно в очередной раз они будут задумываться, что им делать на временно оккупированной территории, куда бежать и каким образом вывозить себя и своих родных и близких. А каждый раз, когда повторяются вот события, подобные вчерашнему утру, наблюдается вот тот самый отток оккупантов? То есть, собирают вещи, воруют чужие вещи и бегут? Я бы сказал, что за последний месяц мы наблюдаем тенденцию. Тенденция, она выглядит следующим образом. Ну, во-первых, реквидация одного оккупанта. Во-вторых, что-то случилось с ногой у второго оккупанта, который шел на работу, который был коллаборантом и работал в вражеской самопровозглашенной полиции. Мы видим тенденцию, когда коллаборантам перестали платить заработную плату в срок. Ну и даже тем, кому начали выплачивать, точно выплачивать не в полном объеме. После всех этих событий, а тем более после того, как не соблюдается техника безопасности, после того, как разрушаются здания, в которых находятся оккупанты, после этой тенденции однозначно нарастает паника и приходит осознание даже через, пробивается российская пропаганда и приходит осознание того, что точно враг там не навсегда. Поэтому сейчас они в очередной раз будут думать, каким образом вывозить семьи. И сбежать они не смогут, это очевидно, потому что бежать они смогут только по приказу, но точно мысли у них именно такие будут закрадываться. — Да, то есть на самом деле есть сейчас информация о том, что и готовятся эвакуироваться коллаборанты, проходят специальное обучение по этому поводу. Я верно понимаю? — Совершенно верно. Они буквально полторы недели последних начали собирать закрытые совещания по подготовке к эвакуации. Такие совещания уже прошли в Акимовке в разных коллективах. По отдельности они собирают коллективы медиков, учителей, полицейских, где четко доводят план, каким образом кто должен эвакуироваться и на каких транспортных средствах с кем объединяться. Начиналось разговоры про эвакуацию непосредственно с Васильевки, непосредственно с Молочанска, так Мака. И там у них есть четкие критерии, каким образом должна осуществляться эвакуация. То есть они берут после сигнала на отступление российских войск два часа. Соответственно, вот в эти два часа должны коллаборанты и оккупанты эвакуироваться. Также с прошлой недели они рассылают в своих телеграм-каналах информацию о том, как себя вести в случае наступления наших вооруженных сил Украины героических. То есть сегодня они четко оценивают эту угрозу и четко ее доводят уже до своих масс. К сожалению, это совсем не означает о том, что они ослабили террор для нашего мирного населения. Наоборот, они его усиливают. И, к сожалению, сегодня основные категории, которые страдают, это дети и старики. Почему дети? Потому что в захваченных школах они на сегодняшний день усиливают свою пропаганду. Начиная от того, что было всегда давно и уже в стандарте, это петь гимн России, продолжая тем, что сегодня детей они массово пытаются забрать на каникулы, на каникулы на континентальную Россию, где они будут просто заниматься одним. Это промывать мозг нашим детям. И сегодня наши дети в особой опасности, поэтому мы еще раз и еще раз обращаемся к родителям, для того, чтобы они сегодня не отдавали своих детей в вражеские захваченные учебные заведения, тем более в какие-то общественные организации, типа Юнармия, Юг Молодой, Путь Первого и так далее, потому что все они про одно, точно не про воспитание, а исключительно про пропаганду. Но ключевое сегодня — никто не может гарантировать безопасность наших детей, находясь в этих оккупационных школах либо находясь в этих общественных организациях, которые точно про пропаганду. Поэтому точно детей сегодня необходимо держать как можно дальше от подобного рода организаций. А над стариками они продолжают издеваться тем, что заставляют их стоять в очереди, заставляют брать паспорта для того, чтобы получить любую справку. По всей видимости, уже для того, чтобы скоро дышать воздухом на оккупированной территории, необходим будет паспорт, и без паспорта РФ этого точно делать нельзя будет. Иван Сергеевич, вчера на Запорожье побывал президент Украины Владимир Зеленский. Естественно, значительная часть этой поездки запрещена к публикации или не сообщается информация. Что вам известно об этой поездке? Что можно сообщать? О том, что президент уделяет время Запорожской области, о том, что те проблемы, которые сегодня есть не в прифронтовом, а даже в фронтовом городе, стоят на контроле у президента. И это вопросы, как и нашего гражданского блока, это и социальная защита, это и предоставление временного жилья для тех, кто потерял свое жилье в случае по факту ракетных ударов по областному центру, так и военные вопросы, которые являются приоритетными сегодня для нашего верховного командующего. Поэтому сегодня наша задача всех помогать нашей армии для того, чтобы они осуществили деоккупацию наших территорий. И также это одна из ключевых задач, которая сегодня стоит, чтобы убрать ракетный террор города Запорожья. К сожалению, мы с вами почти каждую неделю констатируем тот факт, что очередными ракетами, зачастую С-300, разрушена очередная многоэтажка в городе Запорожье. За каждой этой многоэтажкой стоят семьи, стоят люди, стоят жизни. Поэтому сегодня приоритет номер один для всех нас, для украинцев. Это помогать армии для того, чтобы как можно быстрее деоккупировать на сегодняшний день временно оккупированной территории. Да, и на самом деле Владимир Зеленский четко отметил, что в том числе и за ракетный удар по Запорожской многоэтажке враг, безусловно, будет отвечать. Иван Сергеевич, спасибо большое, что нашли время. С нами был Иван Федоров, городской глава Мелитополя.